здравствуйте друзья меня зовут никита и сегодня мы поговорим с вами о том как развивалась другая область греции очень важно для истории античности это древняя спарта а также мы с вами впоследствии поговорим о том как развивались колонии в древней греции откуда же появилась спарта и как она выглядела где вообще находится древняя спарта предками спартанцев были пришедший с севера балканского полуострова греческие племена они пришли с этого самого севера на самый самый юг в область лаконию в южной греции еще раз давайте посмотрим на карту попытайтесь отыскать область лакония на самом самом конце греческого соответственно полуострова я думаю вы увидите как она выделяется соответственно именно в области лакония спартанцы и обосновались впоследствии они захватывают не только одной один единственный город спарту который они называют так но и всю область лаконию а также соседние области а именно среднюю область миссению которая была которая отличалась очень очень плодородными землями так вот людей которых они завоевали и в лаконии и миссии спартанцы сделали собственными рабами этих рабов называли элотами в древней спарте что же такое элоты и каковы их взаимоотношения со спартанцами вся земля в лаконии и миссии не была поделена на равные участки принадлежащие каждой спартанской семье и на каждой спартанской семье работало определенное количество элотов и они отдавали спартанцам определенное количество продуктов которые которые хватало на месяц пропитания элоты таким образом были ничем иным как государственными рабами которые работали в пользу этих самых спартанских семей на землях которых они жили спартанцы обращались с улотами очень грубо и А чтобы подавлять даже зачатки возможного неповиновения этих рабов-элотов, спартанцы проводили очень и очень жестокую игру, как они сами называли это. Это были ночи, когда молодые юноши в спарте должны были охотиться на этих самых элотов, причем им разрешалось убивать рабов и потом лучший, кто убил большее количество элотов, он и считался победителем. Такой зверский метод, такой зверский вариант расправы над людьми поддерживался в древней спарте, так как таким образом они пытались устрашить элотов, устрашить население элотов, которых было большинство в Лаконии и Мессении. Это очень важный момент. Спарта вообще по своей жестокости, по своей грубости нравов обогнала все другие древнегреческие полисы. О ней в буквальном смысле слова ходили легенды, о том, что Спарта это настоящий военный лагерь. Главным занятием спартанцев было военное дело, как понятно из названия Спарты. И, соответственно, спартанская пехота, благодаря этому военному делу, считалась лучшей в Греции. Она себя еще проявит в греко-персидских войнах, о которых мы с вами еще будем разговаривать. Спартанцам запрещалось заниматься торговлей или ремеслами. Любой ручной труд, если это не военное дело, считался позорным для истинного спартанца. Этим должны заниматься элоты или афиняне, которые другим заниматься не умеют. Вот это вот презрение и вообще конфликт между афинами и спартой, он начинает разгораться уже тогда, в момент зарождения этих полисов. Они представляли собой совершенно разные пути развития. Если Афина это был такой свободный полис, который предлагал реальные возможности развития для Демоса, то Спарта это был закрытый клуб только истинных спартанцев, в него нельзя было просто так попасть. В городе не строили красивых зданий, не ставили статую, все это спартанцы считали лишним. А, например, процедура обеда у них была очень и очень традиционная. Эти отряды спартанцев, военные отряды по 15 человек, они и должны были такими отрядами обедать каждый день одну и ту же еду всю свою жизнь. Это часть их дисциплины, часть их жизни, часть их жизненного уклада. Причем даже была такая история, когда знаменитый воин-полководец спартанский вернулся после завоевательного похода, очень успешного, и хотел в честь этого отобедать со своей женой. Но за то, что он нарушил традицию обеда со своим отрядом, этот спартанский полководец был очень сильно наказан. То есть вот такие моменты спартанцы вообще цеплялись за свои традиции, максимально за них держались. Это же отразилось и на управлении Спартой. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее, что Спартой, в отличие от Ариапага и Народного собрания в Афинском полисе, Спартой управлял Совет Старейшин. Причем он обладал огромной властью, но набирали туда не самых ярких, не самых умных людей, а тех, кто был достаточно стар, а значит умудрен опытом, и они в этом Совете Старейшин правили пожизненно. Это очень важное отличие. Этот самый Совет Старейшин, он управлял и другим органом власти в Спарте, народным собранием. Да, такое народное собрание было в Спарте, но на нем присутствовали только спартанцы-мужчины, то есть там не присутствовали женщины, и что самое главное, там не присутствовали и лоты, то есть большинство населения Спарты. Но даже на этом народном собрании слово давалось только старейшинам. Обычные спартанцы выкриками говорили, согласны они или не согласны с тем или иным решением. Также было два царя у Спарты, причем они правили одновременно, и эти цари были только военными полководцами, они контролировали армию. А в мирное время должной власти не имели, вся эта власть сосредотачивалась в руках старейшин. Большие легенды ходят о знаменитом спартанском воспитании. Уверен, вы в принципе слышали, как взрослые или даже ваши сверстники употребляют слово, но это спартанский настрой, спартанское воспитание, спартанские условия. Все вот эти словосочетания, они несут одну и ту же идею. Очень грубое что-то, очень жесткое что-то, очень неудобное, очень некомфортное, что-то дисциплинирующее. Вот таковым и было настоящее спартанское воспитание. Дети, по спартанским поверьям, считались собственностью не родителей, а государства. Именно поэтому по достижении мальчиком 7 лет его отдавали на попечение государству. Он отрывался от родителей и после этого он входил в состав отряда из таких же мальчиков. И они жили все вместе и впоследствии они как раз таки все вместе и обедали на тех самых традиционных обедах, о которых я сказал ранее. Старики-наблюдатели были и такие. И они наблюдали за жизнью этих отрядов и все время пытались спровоцировать ребят внутри отряда на конфликт, на ссору. Тем самым, чтобы увидеть как тот или иной человек себя поведет. Они жаждали увидеть храбрость, они жаждали увидеть желание отомстить, желание победить. Будь то драка или просто конфликт. И соответственно вот это все очень сильно почиталось в спарте и спартанском воспитании. Мальчики вообще жили в очень тяжелых условиях. Как только они отдавались на попечение государству, они бегали практически без одежды, без обуви. Спали на подстилках, которые создали сами. Их специально недокармливали, чтобы вынуждать их воровать. Ведь в спарте не считается чем-то позорным воровство. Позорным считается, если тебя поймали после воровства. Если же ты смог своровать и сделать так, чтобы тебя не заметили, это будет честоваться. Это все будут рады этому. Так как ты смог показать какой-то храбрый, умелый и юркий, раз тебя не смогли найти или догнать. А юных спартанцев также учили и выражать свои мысли очень кратко, емко и четко. Такая речь в истории нашла свое название как лаконичная речь. Отсюда, именно от древней области Лакония, где располагалась Спарта, происходит название лаконичной емкой речи. Ну и теперь поговорим о греческой колонизации. В 8-6 веках до н.э. греки начинают уплывать из своей родной Греции, из своей родной Эллады. На побережье Средиземного моря, например, на побережье современной Франции, на побережье современной Италии и Испании. Кроме этого, они начинают плыть еще и на север, в Северное Причерноморье, где также начинают основывать свои колонии. Причем важным моментом является то, что эти колонии не были зависимы от греческих полисов, откуда приехали колонисты. Это была абсолютно независимая единица, абсолютно независимый маленький полис, будь то он Средиземноморский где-то в Италии или где-то в Причерноморье. Почему же греки вообще покидали родину? Зачем им это было нужно? Население Греции постоянно росло. И, конечно же, постоянно растущее население требует все больше и больше хлеба. А плодородных земель на территории Балканского полуострова, где находится Греция, очень и очень мало. Поэтому грекам нужен был хлеб, и они уезжали в более плодородные территории за ним. Кроме того, другой причиной стала разъяренная политическая борьба, которая обострилась в указанный период с 8 по 6 века до н.э. В разных греческих полисах, не только в Афинах, начинается активная борьба между демосом и знатью. И представители знати или предводители демоса, проигравшие, очень боялись мести победителей. И поэтому бежали из своего родного полиса, чтобы спасти свою жизнь. Вот какие основные причины сподвигли греков на колонизацию Средиземного и Черного морей. Как же обстояла жизнь в колониях? Для начала стоит выделить, что греки выбирали места на побережье, чтобы рядом была удобная гавань, где могли пришвартоваться торговые корабли. Ведь греки продолжали торговать со своей основной Грецией, с Элладой. Также рядом должен был располагаться источник пресной воды и плодородные земли, конечно же. Потому что без них какой смысл было переселяться? Нужны плодородные земли, чтобы выращивать хлеб, чтобы его хватало растущему населению. Грекам-колонистам обычно удавалось наладить очень мирные отношения с местным населением. Что позволило грекам впоследствии проводить политику развития этого местного населения в направлении греческой культуры. Также происходила активная торговля между купцами из греческих городов и греками из колоний. Обычно греки из городов Греции привозили оливковое масло, изделия, ремесел, также вино. В обмен же купцы в Грецию везли пшеницу, рабов, шкуры животных и мед. В зависимости от того, чем была богата территория, которую заселили колонисты. Ну и теперь поговорим чуть-чуть подробнее о самых интересных, точнее об одном интересном племени, с которым греки активно контактировали при колонизации Причерноморья. Дело все в том, что в этот момент Причерноморье было заселено племенами скифов. Вот такими варварами. Варварами греки называли все племена, которые не говорят по-гречески. Соответственно, буквально всех своих соседей, вот эти варвары проживали на территории Северного Причерноморья. И первый в древнегреческий истории Геродот описывает как раз таки жизнь этих варваров и на территории колонии Ольвии, где как раз таки жили племена скифов. Он описывает легенду об одном из царей скифов Скиле. Дело все в том, что мать Скила была гречанкой, и через нее, буквально с молоком матери, он воспринял греческую культуру. И в итоге Скилу была намного ближе именно греческая культура, нежели скифская. Например, когда он подходил к самой Ольве, к самому древнегреческому городу, он, заходя за ворота, никогда не пускал с собой стражников, которые его должны были охранять. Почему? Потому что, зайдя на территорию Ольвии, он хотел стать греком. Он переодевался в греческие одежды. Как вы видите, они по факту являются такими белыми или другого цвета полотнами, которыми буквально обматывались греки. Таким образом, они и носили вот эту одежду. Соответственно, Скилл очень любил греческую одежду, греческую культуру и праздники. И во время его участия на одном из греческих праздников, над которыми скифы смеялись, один из греков решил показать скифам, что их царь-то сам участвует в этих праздниках. Конечно же, скифы были очень недовольны таким поворотом событий. Они рассмотрели это действие Скила как предательство. Убили его и выбрали нового царя. Вот как грустно закончилась история человека, который проникся греческой культурой, ведь он был из другого племени. Но впоследствии таких людей, которые проникались культурой Греции среди скифов и других племен, населявших Северное Причерноморье, становилось все больше и больше. Ну а на этом у меня все. Большое спасибо за внимание и до встречи.